Мы ехали в село Коминтерного, не зная ни адресов, ни телефонов. Оставалась надежда, что семью семенников здесь знают все. В селе им принадлежит сразу несколько улиц. Все, кого здесь встречаешь, являются родственниками. А кто кому кем приходится, так сразу и не разберешь. Про деда Павла все здесь отзываются с почтением. Бесчисленные родственники после смерти жены приглашали деда жить к себе, но он отказался. Подобно китайским мудрецам, предпочел жить в одиночестве и спокойствии, выстроив себе на старости лет отдельную хату. В свои 79 он катается на велосипеде и выглядит покрепче многих молодых, рассказывает один из его сыновей. Батька еще и бегает, здоровый человек. Он здоровый, и каждому это все толкует, что вот надо, как я. Семенюк Роман Павлович. Как их всех зовут, запомнить невозможно. После десятого дед начинает путаться. Снимаем про вас репортаж. Вы у нас дед-рекордсмен. Здравствуйте. Да, да. До тех пор никто нам не интересовался. А сейчас я приехал из Одессы, дали рекламу. Скромная комната без достижений цивилизации. Дед с гордостью показывает дорогую для него реликвию. У меня мой документ, основной моей семьи. Жена, которая умерла 18 лет назад, подарила ему 12 детей, за что получила специальную грамоту от государства. Мальчик был десятый. Вот этот мальчик был десятый. Вот этот. Получили за него книгу. А это уже одиннадцатый. А между одиннадцатым и двенадцатым была двенадцатая девочка. Дети и внуки Павла Николаевича не отстают от него в вопросах деторождения и продолжают растить новых семенюков. Даже фамилия у них говорящая, намекает на семена, основу новой жизни. Свадьбы и роды – два полюса, между которыми протекает жизнь в этой семье. Едва новая семья построит дом, как на свет появляются новые потомки. Сколько их всего, сказать сложно. Даже семейные фотографии не могут вместить всех членов династии. Это не все, это не все. Человек сколько здесь? Человек 70 или сколько? Не знаю. Сейчас уже до 500 душ. До 500 душ? Всех вместе? Сейчас. Да, всех вместе. До 500 душ сейчас. Спасибо, Николаевич. Семенюки называют себя святыми сионистами. Это одна из сектанских ветвей христианства, распространившихся в начале 20 века в Южной Бессарабии. Вера обязывает мужчин носить бороды и брить голову. С тех пор я ни одной волосы не отрезал. Аборты и контрацепция в их религии считаются грехом. Семенюки трудолюбиво возделывают землю, исследуют Писанию, в котором ясно сказано – плодитесь и размножайтесь. Не то, что аборты. А беречь нельзя. Беречь, беречь, беречь нельзя. Думать нельзя. Соколи есть, чтобы было. Пчелы – идеальная модель семьи. Как называются роботы. Это роботы, которые работают на людей. А что такое большая семья, Павел Николаевич знает лучше остальных. Я им всегда скажу, когда женятся, я им скажу, что вы будете как пчелки, чтобы была семья большая. Большая. У меня еще маленькая семья. В эти места аисты залетают регулярно. Коминтерного дома приверженцев секты легко отличить от других. Большие, ухоженные в три этажа. В чем в чем, а в рабочей силе здесь никогда не было недостатка. Павел Николаевич едет в гости к своей правнучке. В каждом доме по этой улице он самый дорогой гость. Здесь у каждого крепкое хозяйство и уйма планов на будущее. Словно пчелы, все вопросы они решают коллективно. Все наши, кто с нами здесь, все деньгами, помощью, кто морально, кто может тебе и духовно, и то хорошо. В советское время сионистов прижимало государство. Отцу 12 детей на работе намеренно занижали зарплату. Павел Семенюк не только воспитал детей, но и привил им свое бородатое учение. Встреча с прадедушкой. Родители на работе, а старшая правнучка присматривает за малышами. Скоро она тоже выйдет замуж и из вечный цикл повторится. У меня 4 сестры и 3 брата. И мама еще в положении. В селе Коминтерного 15 матерей героинь. Такого нет ни в одном другом городе Украины. 150 детей и правнуков, из них 38 внуков уже женаты. Ой, много у нас родственников. Большое общество. И правнуки. Много братьев, сестров, двоюродных. Когда она выйдет замуж, это будет 4 род. 4 род. 4 род. Возможно, скоро к деду Павлу пожалуют представители книги Гиннесса. В одиночку победив демографический кризис, дед продолжает ухаживать за пчелами. Уже скоро он увидит новых своих потомков. Как зовут каждого, он, конечно, не запомнит. Но точно знает, на кого они будут похожи. Игорь Дегтяренко, Дмитрий Львов, телекомпания АТВ.